Успенская по праву может считаться самой спортивной территорией района. Здесь воспитывают чемпионов России и Европы по карате, не уступают в своих достижениях хоккеисты. А еще в поселении с младенчества ставят на лыжи. Именно поэтому в соревнованиях по этому виду спорта больше всего участников. Причем их возраст начинается практически с нуля и верхнего ограничения нет. Спортивная жизнь на территории сельского поселения бурлит. Только мы с вами были на прекрасном хоккее, затем ледовое шоу. И вот сегодня мы с вами встречаемся в поселке Горки-10 за домом номер 31 на прекрасной площадке, где все наши лыжники сельского поселения, все гости Одинцовского района могут помериться силами, пройти по прекрасной трассе. Ее подготовили сегодня и под классический ход, и под коньковый. Метели, сильный ветер не отбили желанию участников бороться за пьедестал. Лыжи скользили, палки проваливались в мягкий снег. Но несмотря на все трудности, спортсмены дошли до финиша. Каждый в свое время. Я сегодня прошла дистанцию, и мне очень понравилось. Многие семьи пришли на соревнования в полном составе. Проводить выходные активно и с пользой для жителей Успенки уже традиция. Уверен, все участники соревнований покажут максимально возможные результаты и останутся довольны. И покажут всем лежебоком, что в выходные дни надо выходить на улицу, надо приобщаться к спорту, к здоровью. Потому что мы с вами помним, спортивная Россия – это сильная Россия. Приглашаем всех в Успенское. У нас всегда, каждый выходной, всегда есть спортивный праздник. И есть возможность проявить все свои наилучшие спортивные качества. Дети у меня встали на лыжи где-то с четырех лет. Это уже нормально. Они сначала, конечно, осваиваются, падают часто, но учатся держать равновесие. И дальше уже будет прогресс. Турнир по хоккею, ледовая дискотека, лыжная гонка – все эти мероприятия позади. А впереди масленичные гуляния и многое другое. Этой зимой скучать не придется. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».